Иконопись многообразна. Иконопись имеет право существовать в любом виде. Самое главное в иконах это подпись и определенные символы, которые необходимы на иконах для того, чтобы икона стала иконой. Вот это уже называется не икона. Вот отличие иконы от не иконы. Это уже, это Боровиковский, кстати, но это уже религиозная живопись. Вроде бы Архангел Михаил, вроде бы все очень религиозно, но это уже иконой являться не может. Хотя великолепная, замечательная работа. В старину, когда вот иконописцы писали, немножко неумело, да, там какие-то иконописцы в каких-то небольших городках, но при этом от всей души и вот это вот ощущение, конечно, работ очень цельны. В чем отличие этих работ? Это сделано абсолютно по классическим канонам, классической живописи 18-19 века. Идет четкое понимание, что такое перспектива. Здесь находится прямая перспектива. Все согласно ей. В данном случае, если мы посмотрим на эту работу, здесь присутствует обратная перспектива. Как утверждается, обратная перспектива возникла именно из задачи для того, чтобы все линии, которые создаются на иконе, были направлены не туда вдаль, в глубину изображения, а вперед на зрителя. То есть иконы получаются немножко вывернуты. Особенно это видно, когда рисуется некое изображение стула, стола, мебели. И благодаря этому создаются ощущения, что они как бы находятся вокруг нас. Немножко вот такое интересное чувство. Обратная перспектива замечательно подчеркивает старые иконы, задачи старые иконы. Те смыслы, которые в старую икону закладывались, скорее всего, это все-таки было достаточно осознанное решение создания обратной перспективы. Скорее всего, это было какой-то важной задачей для средневековых и древних художников. Развитие иконописи продолжается. Развитие технологии, развитие поиска. Иконописцы не останавливаются на своем месте, а постоянно находятся в движении, постоянно находятся в поиске. Ну, я просто иконы пишу, периодически у меня заказы. Я уже икону знаю, поэтому и получается. Вы думаете, у меня с первого раза иконы пошли? У меня там до сих пор в мастерской мои пробы на фанерке. Я брал фанеру толстую, покрывал ее левкасом и на ней писал. Они у меня сейчас стоят. Никогда не бывает так, что ты раз, сходу бабах, и как Андрей Рублев пишешь. Нет, ты учишься, учишься, учишься. Просто постепенно мы разбираем. Лучше всего, конечно, в иконописи здорово ведет себя киноварь. Ее вводят очень аккуратно, и она очень дает красивые такие киноварь. Даже есть акриловая киноварь, имитация. То есть сама-то киноварь – это такой очень вредный пигмент. Это какая-то составляющая артути. Замечательный такой красноватый оттеночек дает. Сначала мы идем такими общими объединяющими рисировками. Глазки, бровки, носик четко обводим. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть по краю. Но я в основном мокрое-красное это все делаю. Вот эти места раз проработаешь, проведешь, и такая четкость сразу появляется. Но нужно сначала вот этот объем создать. В иконописи нету очень жесткого объема. Но намек на объем, форма объема, она всегда-всегда присутствует. Это одна из современных икон. Она написана, скорее всего, в 20 веке. Это такая, видите, такая творческая вещь. Но, тем не менее, посмотрите, подпись есть. Святый Спиридон Тремифунский, да? Есть нимб. И поэтому это тоже икона. Ей тоже нужно молиться. Она тоже имеет возможность стать знаком, символом веры. Это очень хорошая, интересная икона. И вот мы ее можем с вами исполнить в нашей технологии. Если есть какие-то отличия от иконописи, то они очень-очень незначительны. Перенос рисунка на имприматуру, масляная лисировка, начало работы наждачкой. В данном случае на этой иконе глубины не существует. Поэтому мы можем спокойно потихоньку начинать вводить светлый колер. Потихоньку прорабатывать, формируя, моделируя объемное изображение лица Спиридона, одежду и так далее. Все это мы легко решаем с помощью инструментов. Потом начинаем потихоньку вводить цвет. Тонкими-тонкими слоями. Прозрачно и легко. Вот видите, сверху синий утрамарин, снизу зеленый. Все это можно сделать или темперой ПВА, или же это можно сделать с помощью акварелей. Немножко посложнее, немножко повнимательнее. И вот посмотрите, мы постепенно работу создаем. Вполне качественная, хорошая икона. Сейчас она находилась сначала в Грузии, поклонялись ей. В Грузии есть такая задача поцеловать икону при входе в дом. Сейчас она в Испании, на Тенерифе. Тем не менее, хорошая, красивая, приятная икона. Если не есть необходимость создавать свои собственные авторские иконы, то это очень-очень хороший пример, как это все делается. Была другая икона. Икона покровительница русских келей. Божья Матерь. И подпись, видите, здесь нет Ниба, но есть подпись Иисус Христос, Отец, Сын и Святой Дух. И все это икона. Это икона тоже, видите, уже написанная художниками 19-го, может быть, 20-го века. Великолепная, красивая, нежная икона, которую попросили сделать, повторить. Она связана с новым афоном, эта икона. То есть защитница русских келей на новом афоне. Давайте посмотрим, как это продвигалось. Перенос рисунка на окру красную. Постепенная проработка на рдачкой, формирование объема. Начало введения световых колеров. Формирование с помощью, через темный колер, переход на небе от красного цвета к такому серовато-серебристому, который постепенно мы начинаем покрывать ультрамарином, лессировать. И объемное, и при этом сложноцветное. То есть, когда у нас наш плащ не просто он такой красно-коричневый, или не просто покрашенный каким-то розовым цветом, а когда этот розовый создается постепенно, потихоньку, из многослойных лессировок, немножко разными цветами. Благодаря этому формируется, как вы видите, изображение. Идет ее проработка, уточнение, формирование. Вот наша технология позволяет нам создать еще одну икону. Мы с этой задачей справились. Работа очень достойная. Люди, у которых она сейчас находится, вполне довольны и получили удовольствие. Вот того, что эту работу выполнили в нашей технологии. Технология всегда это такой вход в мир живописи. Потом в этом мире живописи человек начинает двигаться, и художник начинает двигаться согласно своим устремлениям, согласно своему мировоззрению, своей эмоциональности, своим каким-то индивидуальным качествам. И заставлять художника двигаться, искать и находить новые решения, новые подходы, новые техники.